Друзья, здравствуйте! Меня зовут Александр Соболев. Я отец пятерых детей, я живу на Байкале, а еще я волонтер благотворительного фонда «Оперек» и его основатель. Вот уже 16 лет мы каждый день стараемся делать мир чуточку лучше. Мы – 300 штатных сотрудников благотворительного фонда. Мы – 200 волонтеров. Мы раздаем очень много вещей нуждающимся. У нас проживает на нашем попечении 186 людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это лица категории «бомж», это лица, освободившие между милицами с лишением свободы, и в отдельном трехэтажном здании в городе Иркутске у нас проживают женщины, которые попали в трудную жизнь в ситуацию. У нас работает детский садик для малообеспеченных, и у нас работает столовая для всех людей, которые постучатся к нам и которые хотят покушать. Также мы собираем по 7 регионам Российской Федерации батарейки, и мы сделали суперпрограмму, которая нужна для поиска пропавшей детей. Многие люди потеряли работу, и есть больше потребность в каких-то вещах, которые еще достаточно фигурные у нас. Мы оборудовали уличный стенд, и зону ожидания перенесли на улицу. Все-таки то, что необходимо развивать внутри помещения, мы обрабатываем зону специально железной лампой, обрабатываем руки, обязательно выдаем бесплатную маску, и пускаем в помещение не больше двух человек. В Иркутске мы оборудовали отдельный пристрой, где женщины могут находиться до двух недель, прежде чем мы выдержим карантинный срок или получим необходимые справки. В Иркутске мы сделали целых три комнаты для людей, которые мы забираем с улицы или которые улучшаются с ними с лишением свободы. Там они находятся до тех пор, пока мы не будем уверены, что все остальные проживающие здания находятся в полной безопасности. Мы делаем все для того, чтобы женщины, которые попали на крышный центр, сумели самостоятельно решать свои проблемы, в том числе сумели найти работу и эффективно зарабатывать денежки, чтобы обеспечить себя и своего ребенка. Мы нашли очень много классных вариантов дистанционной работы, о которых даже бы не задумывались, если бы не было коронавируса. Уже 56 раз мы участвовали в поиске пропавших детей по всей стране. И благодаря нашему приложению «Оберег поездок детей», которое сейчас активно работает и скачивается по всей стране, уже 5000 человек его скачали. Мы можем проводить необходимые пламерки, давать задания, делать маршрут поисков дистанционно. Для этого совсем не надо вместе собираться. Плюс у нас работает отличный чат, и все задания могут поступать на географической карте, и каждый человек понимает, как ему действовать, куда идти. В этом году «Оберег» участвовал в качестве партнера в молодежном форуме «Тайкал», который проходил дистанционный. И очень классно. Раньше мы действительно могли собрать по 10 спикеров, и то очень сложно было обеспечивать их вперед, проживание. Сейчас мы собрали около 30 лучших спикеров действительно со всей страны и ближнего зарубежья, и привлекли ребят с более 70 субъектов Российской Федерации. Теперь многие люди, делая заказ в каком-то магазине интернет-достатки, могут его оплатить, получить свой заказ, а также отдать используемые батарейки. Наши партнеры собирают эти батарейки и раз в неделю, раз в месяц привозят к нам в молодежном форуме на утилизацию. Тот простой механизм, о котором раньше даже может иметься тот приз. У нас сейчас есть телефон доверия, у нас сейчас работают два психолога выездных. Мы делаем все для того, чтобы все они не распадались, и стараемся оказать им своевременную и гуманитарную какую-то помощь, и самое главное, ведем планомерную, психологическую, очень сложную и глубокую работу. Коронавирус – это определенный вызов, который дает вам возможности быть чуточку лучше, найти новые пути, которые раньше вы не видели. Мы с оптимистом смотрим будущее и пока приспосабливаемся тем условиям работы, которые есть сейчас.